Глава 18. Программирование могущества разума. Я получил указание включить в книгу эту главу как проявление одного из могущественнейших даров, который дал мне 21-дневный процесс. Этот дар – понимание необходимости стирания существующих программ клеточной памяти и перепрограммирования себя на достижение мастерства и вхождение в беспредельность. Как я осознала, ваше тело – биокомпьютер, ваши мысли – программное обеспечение, а ваша жизнь – распечатка результата взаимодействия этих двоих. Измените программное обеспечение, перепишите и видоизмените программу, и ваша жизнь изменится сама собой. Все так просто. Далее я привожу фрагменты из своей статьи, опубликованной в журнале «Серебряная нить» за октябрь, а затем перепечатанной в газете «Голос» Элра Анис с добавлением описания программирующих инструментов. Многие сообщают о значительных результатах, достигнутых благодаря применению этой технологии. Мы помещаем ее здесь, чтобы вы также могли извлечь из нее пользу и наслаждение, а также силу позитивных преобразований, которая поможет вам изменить в лучшую сторону свою жизнь. По завершении своей последней книги «Духовный резонанс» внутренний голос обратился ко мне с просьбой отказаться от чтения. Возможно, причиной этого был тот факт, что проект, на котором я была полностью сосредоточена в течение полугода, требовал синтеза множества идей, почерпнутой из более чем сорока прочитанных мною текстов. Моим намерением было создать целесообразный учебник-инструменты, с легкостью доступной освоению и применению, ключевой нотой которых было бы почтение к сердцу и интеллекту, и основанный на хорошо проверенных данных из многих источников. Конечно, важнее того, чтобы просто взять перерыв, была необходимость довести полученные знания до уровня «знания клеток», что достижимо только путем сознательного приведения полученных сведений в свою жизнь. Я интуитивно догадывалась, что внутри меня, как и каждого существа, содержится все необходимое знание, чтобы истинно проявлять ту беспредельность, которую я искала всю жизнь. Наблюдая других, совершивших подобное путешествие, я увидела некий шаблон, позволяющий утилизировать внутреннее знание клеток. Когда наша душа выходит из безмолвия, человеческое существо начинает просыпаться и жаждать знания. Научившись почитать свой интеллект, позволяя ему развиваться путем познания, мы обнаруживаем некоторые подобия – нити истины, проявляющиеся во всей мудрости коренных народов и в изначальных учениях религий Земли. Начав соотносить эти сведения со знаниями, полученными из квантовой физики, мы распознаем вселенские законы и видим, как они правят всеми преобразованиями энергии и материи, являясь фундаментом всей религии и науки. Мы понимаем самодостаточность этих законов и то, что, взаимодействуя с ними, мы обретаем настоящий магический инструмент. Мы начинаем осваивать его, играя как дети и пытаясь сознательно творить. Познав тот факт, что сами творим собственную реальность, мы начинаем отслеживать ее на экране мыслительного процесса, стирая все, кроме стремления к беспредельности. Мы бесконечно обновляем свои программы, наблюдая, как законы энергии отвечают на нашу мысль и все полнее проявляют новую парадигму сознания в нашей повседневной реальности. Медитация несет в себе дар отречения, и мы становимся одновременно свидетелями и творцами, получающими опыт жизни в реальностях, созданных нами самими. Мы начинаем осознавать, что взаимодействие бытия и практического проживания таким образом влияет на наше интеллектуальное понимание, что мы стремимся все более укреплять и усиливать созданную нами реальность. Это так, потому что даже луч энергии, созданной мыслью, не столь силен, как эманаций памяти, излучаемой каждой клеткой, каждым фибром нашего бытия, изменяя шаблоны электромагнитной энергии, наполняющие мир вокруг нас. Наше целостное тело излучает поле энергии, уровень резонанса которого несет некое утверждение в ответ на запрос вечно текучей Вселенной. Известно, что Вселенная буквально преобразует себя, чтобы соответствовать нашей модели реальности, поскольку здесь вступает в силу закон резонанса. Путем сознательного творчества, настройки и программирования мы обнаруживаем, что космический разум начинает беседовать с нами, как только мы включаем свою вилку в космический распределительный щит. Мы освобождаемся от потребностей в пище, сне и страданиях, обучаясь сознательно программировать себя на пребывание в радости, легкости и благодати, и более того. Пробуждаясь и обретая все большую силу посредством намерения, программирования и освоения правил божественной игры, мы выстраиваем мостики между мирами, между парадигмами и достигаем все более полного опыта единства во всем. Мы наблюдаем пульсации работников света и их взаимодействия с магистралью общественного сознания. Многие люди все еще ищут развлечений, денег или возможности делания добра. Многие просто стремятся создать модель поведения, позволяющим жить согласно своему высшему потенциалу – физическому, эмоциональному, ментальному и духовному – тем путем, который чтит всех. В этом позитивная парадигма нового времени. Позитивные парадигмы можно создавать путем особого ментального программирования. Само по себе программирование – не что иное, как постоянно повторяемое исполнение определенных инструкций, попросту практика. Поскольку физическое и эмоциональное тела управляются ментальным, состоящим из низшего и высшего ума, то в каждом моменте сейчас эффективное программирование позволяет достичь свободы и упорядочивания своей жизни. Это позволяет нашей погоне за выживанием до такой степени упроститься, что становится вполне возможным достичь гармоничного процветания собственного бытия. Вот базовая программа, которая, по мнению многих ее испытавших, оказывает весьма благоприятное воздействие. Дорогие, Отец, Мать, Создатель, Бог, я прошу, чтобы каждый момент каждого наступающего дня развертывался для меня в полном и совершенном выравнивании с Божественной волей и в Божественной своевременности. Эта программа гарантирует успешное исполнение всех желаний и видений, соответствующих Божественному плану, и избавляет нас от необходимости гадать о необходимости предстоящих действий. Она позволяет нам осознать, что если нечто еще не проявлено, то причина этого в том, что оно еще не созвучно Божественной воле и Божественной своевременности. Следует просто позволить событиям созреть. Я прошу, чтобы все мои взаимодействия в каждый момент служили высшему благу других и меня самого. Нет никаких причин желать, чтобы наши взаимодействия проходили менее чем по высшему рангу. Это также позволяет нашим взаимоотношениям с другими людьми быть тем, что они есть вне беспочвенных ожиданий. Я прошу, чтобы энергетические поля моего физического, эмоционального, ментального и духовного тел пришли в совершенное выравнивание с моим Божественным Я, чтобы оно могло сознательно проявляться на физическом плане и на всех планах бытия таким образом, который несет в себе наибольшую радость, легкость, изобилие и благодать. Наивысшая, трансмутирующая и творческая сила Вселенной находится в распоряжении нашего присутствия Я-Есмь, Монада. Повеление этой силе привести наши поля выравнивания позволит ей сделать это не только с легкостью, но и радостно, поскольку это так несет в себе избавление от страданий, связанных с необходимостью перерождения. Я называю все изложенное базовой программой, поскольку она нацелена на достижение того, что мы намерены сознательно сотворить. Программы могут быть долгосрочными, базовыми или краткосрочными, нацеленными на достижение определенного результата. Однако важно после перепрограммирования быть особенно бдительными в отношении собственных мыслей, избирая лишь те из них, которые настроены на беспредельность. Причина, по которой жизнь большинства людей далека от совершенства, в их клеточной памяти, а также в тех явлениях, на которых они предпочитают фокусироваться в каждом моменте сейчас. Доктор Дипак Чопор определяет клетки как память, обернутую в материю. Вознесенные мастера сообщают, что пройдя в среднем тысячи воплощений по 30 лет в каждом, существу набирает 30-ти тысячелетний багаж клеточной информации, не говоря уже об иных циклах, кроме земных. Итак, погружение в клеточную память без предварительного программирования может развлечь нас с зоной времени. Однако это весьма малоэффективное занятие. Если мы ищем познание истинного себя и опыта беспредельности, наиболее логическим подходом будет сфокусироваться на беспредельности нашего Божественного Я, уменуя, что все, на чем мы концентрируемся, растет и становится нашей реальностью. Особая поддержка программы для тех, кто уже настроен на нее, напечатана в последнем номере нашей газеты, предназначение которой – поддерживать нас в те времена, когда подчас не можем вырваться из повседневной рутины. Программирование настройки на беспредельность Все мои тела сонастроены, звучат, находятся в наилучшем расположении духа и здоровья. Они вибрируют совершенным образом, выражая себя в синхронной гармонии с пульсациями Отца, Матери, Создателя, Бога. Это истинно так, что бы я ни делал, ел, спал, практиковался или медитировал. Эта программа перекрывает все виды внутреннего диалога, постоянно продолжающегося по причине поток обвиняющих и ограничивающих мыслей, скопившихся по поводу наших многочисленных привычек, к примеру, привычек ко сну, еде, медитации и другим. Если вы уже установили базовую программу, то можете включить в нее собственные подпрограммы. Тогда предлагаемая программа преобразуется соответственным образом. Один из величайших вызовов, который несет в себе жизнь воплощении вслед за выравниванием нашей воли с более объемлющей картиной – божественной волей – это своевременность. Несомненно, многие уже убедились, что одних ожиданий недостаточно, что бы события начали проявляться. Ведь существуют еще скрытые фрагменты мозаики, связанные с другими людьми, которым еще предстоит проявиться и найти свое место в полном раскладе. Вот еще одна программа, которую лично я применяю с большим успехом, поскольку она позволяет выстраивать процесс преобразований постепенно, шаг за шагом, созвучно развертыванию самой Вселенной. Она также позволяет проявляться в вашей текучести в божественном времени. Итак, я прошу, чтобы следующий фрагмент моего участия в божественном плане проявил себя в моем сознании и привлек в мою жизнь совершенных союзников, которым предначертано участвовать в его исполнении вместе со мной. Пусть он начнет физически проявляться прямо сейчас. Как многие уже убедились, человечество сейчас переживает период великих перемен. Групповое посвящение, когда мы учимся работать вместе на физическом плане. Эта программа позволяет привлечь в свою жизнь необходимых людей, вместе с вами участвующих в осуществлении вашего фрагмента божественного плана. Это позволит нашим мечтам и видению проявиться. Для тех, кто освоил работу с одновременно проявленными шаблонами времени, открыты дары прошлого и будущего, и становится более ясно виден путь к осуществлению предначертанного ему фрагмента в более объемлющем плане. Я инструктирую свое присутствие и аесим проявить в моем бодрствующем сознании все дары, таланты и информацию из прошлых, настоящих и будущих жизней, чтобы я мог с их помощью осуществить свой божественный план в сфере физического бытия прямо сейчас. Основное преимущество достижения мастерства ума и сознательного творения путем программирования, фокусировки и намерения, способность привлекать, удерживать и направлять необутанную творческую силу. Выравнивание с великой божественной игрой позволяет направить эту беспредельную силу к магическому преобразованию бытия, на высшее благо целого. Магистрали нового тысячелетия Фокусируйтесь главным образом на качестве транслируемой вами информации, а не на действиях внешних структур. Не изобретайте заново колесо, используйте дары и таланты друг друга, которые в соединении создадут могучую целостность единства. Будьте открыты к сотрудничеству, отбросив идею соперничества, ведущего лишь к разделению раздором. Сотрудничество – опора единства. Проверяйте любые линии руководства, предлагаемые вам на их созвучие с голосом сердца. Принимайте приглашение своего внутреннего учителя посещать классы на внутреннем плане путем медитации и созерцания того, что вы истинно есть. Будьте безграничны в своем мышлении. Качественная ментальность создает для вас более качественную жизнь. Дайте волю воображению, пометуя о том, что оно – божий дар, соединяющий нас с безбрежными мирами духа. Поддерживайте четкое видение и делитесь им с теми, кто искренне просит об этом. Вы проходите групповую инициацию, поэтому каждому следует мотивироваться исключительно радостью своего сердца и все более плотным распознанием того, что является общим видением группы. Обратите внимание на тех, кто может помочь физическому проявлению вашего видения, потому что у каждого есть роль в данной пьесе и дар, который он желает предложить на общее благо. Будьте предельно осознанны относительно силы языка и точно используйте ключевые слова. Позитивное выражение парадигмы единства в вашем лексиконе поможет вам достичь желаемого результата. Стремитесь привести все свои взаимосвязи к предельно возможному совершенству, чтобы освободиться от кармических долгов и постоянно испытывать радость от общения с другими. Делайте, что говорите. Будьте живым доказательством своих слов. Щедро делитесь друзьями информацией, временем и всем, что у вас есть в избытке. Вносите в общую кассу определенный вами процент своих доходов. Помните, что вам не принадлежат авторские права, а на послания вселенского разума. Будьте гибкими и текучими, расширяйте себя к восприятию вечной юности бытия в каждый момент. Изберите тот способ интерпретации происходящего в своей жизни, который поможет вам сохранять могущество и неизбывную радость. Настраивайтесь на жизнь, избавляясь от неуверенности, и произрастайте. Вознесенные мастера. Сладостная революция.